Здравствуйте! Выбор Хакэси главная тема этой недели. Жители нашего региона в один тур определили высшее должностное лицо республики. А вот с политическими силами, которые будут представлять их интересы в Верховном Совете, не все так однозначно. В ближайшие минуты обо всем порассуждаем спокойно, объективно, по факту. С вами Эдуард Иванов. Мы начинаем. Инаугурация вновь избранного главы Хакэси Валентина Коновалова пройдет в понедельник, а завершится та неделя первой для нового созыва депутатов сессии Верховного Совета. По выборам в ЗАГСобрание ситуация сложилась неоднозначная. Единой России люди предпочли КПРФ 39 против 34%. Хакэси стала единственным регионом в нашей стране, где на выборах в ЗАГСобрание по партийным спискам КПРФ обогнала партию власти. И все же большинство мест в республиканском парламенте ушло единороссом за счет одномандатников. К тому же в новом парламенте в целом плохо с политическим разнообразием. Кроме 34 членов единой России и 14 членов КПРФ всего двое либерал-демократов. Справедливо-россам и коммунистам России места не нашлось. Самого движенцев тоже нет. Это еще одна составляющая успеха доминирующей партии. Пока остается открытым вопрос, а кто проходит Верховный Совет по партийным спискам? Имена станут известны в начале следующей недели. Но уже ясно, что в составе обновленного парламента остается неизменный спикер Верховного Совета. В течение последних 30 лет аксакал хакасской политики Владимир Штыгашев. Несмотря на большинство единой России в обновленном парламенте, имя Штыгашева называют среди возможных кандидатов на пост председателя ЗАГСобрания. Даже при том, что политик покинул ряды партии власти. Яснее ситуация станет после того, как определятся имена депутатов по партийным спискам. На последнем заседании президиума Владимир Штыгашев поблагодарил коллег за продуктивную работу в сложные годы. Принято много важных законов. Это поддержка медиков во время пандемии и бойцов специальной военной операции в последние несколько лет. А еще Штыгашев дал пожелание всем, кто стал народным избранником этой осенью. Желаю всем своим коллегам, депутатам, представителям органов исполнительной, муниципальной власти жить по совести и трудиться на благо родной земли. Выборы закончились, нужно дальше работать. Исходить надо из интересов избирателей, которые сюда всех направили. И не всегда руководствоваться указивками, которые происходят от партийных функционеров. Кроме председателя Верховного Совета Хакайси, депутаты изберут руководителей комитетов и комиссий. В общем, поименно оформится состав главного законодательного органа нашей республики. А от имен зависит многое. Не от партийных флагов, а от конкретных людей. Это показали результаты выборов всех уровней власти в Хакайси. В том числе выборы главы региона. И еще несколько штрихов к прошедшим выборам. Хакайси второй раз использует многодневное голосование. На свои участки люди могли прийти в любой из трех дней. 8, 9 или 10 сентября. Явку трехдневное голосование не повысило. Но руководитель регионального избиркома Александр Чуманин отметил, что оно оказалось удобным и для членов участковых избирателей комиссий, и для самих избирателей в программе. Ясно, он даже поделился наблюдениями популярности разных дней голосования. Если оценивать активность избирателей в трехдневных голосования, то можно сказать, наверное, следующее, что первые два дня, 8-9 число, у нас явка избирателей на избирательные участки в принципе равномерная, по 10 с лишним процентов. И в третий день она составила более 18%. С чем я такое связываю? Ну, во-первых, первый день, наверное, это избиратели, которые голосовали, скажем так, по пути на работу или с работы, спланировали свое время. Второй день, который определились с выходными, для того, чтобы заняться своими домашними делами, огородными делами. Ну, а третий день, она несколько выше, потому что, думаю, традиционно основная масса избирателей пришла в третий основной день голосования. Поэтому явка вот такая, в принципе, она равномерная по всем трем дням. А еще председатель избиркома поделился данными об активности избирателей. По его словам, по-прежнему основной избиратель – это люди среднего и старшего поколения, но процент молодежи на избирательных участках растет. А еще очень активно голосуют села. Жители небольших населенных пунктов по активности дадут фору горожанам. Если мы вот посмотрим на динамику голосования и на явку избирателей по нашим территориям, то у нас рейтинг, в принципе, так выстраивается, что на первом месте Таштыбский район, на втором – жители Абазы, на третьем – Арджиникидзовский. Это тройка лидеров. Если добавим еще до пятерки, их раздвинем, то добавится Усебаканский район и добавится еще у нас Алтайский район. Соответственно, исходя из этого, при этом у нас жители Абазы, не Абазы, Абакана и Черногорска на 12-13 месте, соответственно, находятся. Если исходить из этого положения, то, наверное, жители сельской местности голосуют более активно. Особенность по жалобам в эту избирательную кампанию. Чаще всего вопросы были не к баннерам или газетам. Люди жаловались на агитки в соцсетях. Как рассматривать такие жалобы, избирком пока решает. Ведь у телеграм-канала, например, часто невозможно выявить автора. Да и источник рассылки свое имя предпочитает скрывать, если это агитация. Сейчас вырабатывается механизм работы с этими обращениями. Ведь они становятся традиционными. Поэтому избиркому придется последовать вслед за избирателями в интернет. Второй после выборов темой по значимости на этой неделе можно считать старт отопительного сезона. На холодных территориях Аказии он уже начался. Это Сорск, Вершина Тёи, Орджоникидзовский район. В ночь на понедельник тепло появится в Багратском районе. 20 сентября в Абазе, Аскизе и Бей. Наконец, через неделю, 25 сентября, в Абакане и Черногорске. Оба муниципалитета подключены к Абаканской ТЭЦ. Однако за считанные дни до старта отопительного сезона выяснилось, что не все муниципалитеты готовы к нему полностью. Речь идет о жилом фонде Абакана. Здесь 9 многоэтажек до сих пор не получили паспорта готовности. Еще несколько таких же домов в Саиногорской и Аскизском районе. Коммунальщикам нужно ускориться. В Ширинском районе пришлось подключить Минстрой. Здесь проблемы административные. В целом же готовность к отопительному сезону в Хакасии оценивается в 97%. А еще власти Хакасии работают над тем, чтобы зимой стало легче дышать. К федеральному проекту «Чистый воздух» этой зимой присоединится Черногорск. 350 жителей частного сектора в городе Угольщиков получат по 500 килограммов бездымного топлива. После этого Минприроды проведет замеры воздуха с помощью специальной лаборатории и сравнит с тем, что было до начала эксперимента. В Абакане разница оказалась весьма ощутимой. Также республика планирует заняться вредными выбросами автомобилей. Но сначала нужно провести аналитику в полях, вернее, в случае с машинами, на дорогах города. Для этого в Хакасии работают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды. На качество воздуха они проверят самые оживленные трассы в часы пик. Нам необходимы данные по категориям транспорта. От легковых до грузовых большого тоннажа, их скорости, а также протяженности и ширине дорожного полотна. Все эти данные нам помогут получить подрядчики при непосредственном взаимодействии региона. Для города Черногорска это 52 отрезка дорог, для города Абакана их 50. Собирать данные с городских дорог специалисты будут до конца октября, потом проведут расчеты. Это поможет властям Хакасии понять, какие меры еще можно предпринять для того, чтобы воздух стал чище. Борьба с печным дымом в республике начиналась также с анализа ситуации. Теперь в Хакасии работают проекты по переходу частного сектора на электроотопление и по использованию бездымного топлива. В общем, цель одна – дышать зимой свободно. Шокирующая история. Я тебя зашибу. С такими словами пенсионерке из Абакана обратился даже не коллектор. Сотрудник банка. С помощью угроз он пытался взыскать долг с пожилой женщиной. Корреспондентам РТС она рассказала, что взяла 100 тысяч рублей в крупном банке полтора года назад. Вместе со страховкой проценты оказались неподъемными. На лекарства не хватало, сильно болело. Взяли кредит. Вначале платили, все хорошо. Потом не смогли платить. Стали приезжать коллектора, угрожать. Последний так вообще приехал. Я его ни фамилии не знаю, ни как звать. Стал угрожать мне, стал угрожать моему сыну. Чтобы доказать, что женщина действительно подвергается жесткому прессингу, ее сын установил на доме видеокамеру. Этой видеозаписи хватило всем, чтобы понять. Для этих людей границ не существует. Дальше схема простая. Сын пожилой женщины обратился к судебным приставам. А те установили, кто именно запугивал пенсионерку. Банку, чей сотрудник взял на себя функции коллектора, приставы назначили штраф. Женщине определили поэтапное погашение долга. Больше к ней с угрозами никто не приходил. Если вы все-таки столкнулись с неправомерными действиями коллекторских агентств, вы можете обратиться в службу судебных приставов. Для этого вы можете оставить обращение как на официальном сайте управления, так же посредством почтовой связи и направить его в боксе, уходя в здание управления. Кроме того, дополнительно сообщаем, чтобы зафиксировать неправомерные действия коллекторов, нужно также иметь при себе скриншоты, либо запись телефонных переговоров. Это может быть также видеозапись. Также вы можете запросить у сотового оператора детализацию звонков. Это все поможет зафиксировать действия и, соответственно, привлечь коллекторские агентства к административной ответственности. Инструменты защиты от назойливых коллекторов сегодня есть. Главный совет для тех, кто попал в неприятную ситуацию, не подать духом, не складывать руки, помнить, должник не значит преступник. Закон на вашей стороне. А еще стоит помнить о том, что в мире есть и другие люди. Те самые, которые готовы прийти на помощь даже незнакомцам, которые могут отставить в сторону личное ради общего и важного. Около 20 тонн гуманитарного груза отправились из Хакасии в Луганскую Народную Республику для бойцов нашего отряда Ирбис и для жителей нового региона России. Постарались не только власти, республики, но и простые жители. Волонтеры шили для бойцов специальную одежду. Учреждения региона собрали печки, буржуйки, бензопилы, генераторы. А родные ребят отправили им этим грузом именные посылки. Отправляем в Свердловск. Там Сергей Александрович Ромашов принимает. Там у нас пункт приема. И оттуда уже ребята будут приезжать и по назначению забирать. Да, и в дальнейшем также будем продолжать накапливать груз гуманитарной помощи. Также будем отправлять от Министерства культуры. Это музыкальные аппаратуры. Это конкретно для города Чероно-Партизанск. Это наш побратимый город, с которым мы работаем. Там, где наши ребята восстанавливают объекты социального назначения. Сегодня работает у нас аварийно-восстановительная бригада на данной территории. А еще игрушки для самых маленьких жителей Луганской Народной Республики. Учебники и канцелярия для школьников, чтобы жители города побратимо знали, своих у нас не бросают. Ну и в завершение событий, которые нельзя пропустить тем, кто хочет полюбоваться дарами осени и что-то прикупить. В следующую субботу, 23 сентября, Хакасия отметит праздник первого урожая – Уртунтой. Национальные юрты, фрукты, овощи и цветочные композиции. И, конечно, осенняя сельхозярмарка в 11 часов на Республиканском ипподроме. На этом у меня все. Предстоящая неделя принесет новые события, которые долго будут оставаться значимыми и станут контекстом будущих новостей. О них будем размышлять через 7 дней. Спокойно, объективно, по факту. С вами был Эдуард Иванов. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok